добрый день дорогие друзья тема этого короткого рассуждения злорадство это слово состоит из двух слов зло радоваться радость от того что кому-то плохо это как раз злорадство наслаждение чужими неудачами как правило люди с низкой самооценкой переживают это состояние часто люди другие также хотели бы видеть страдания плохих людей а это означает что люди судят других людей оценивают их и говорят что вот эти люди они плохие если они будут страдать это будет хорошо злорадство связано с завистью напрямую и имеет социальные корни но самое главное злорадство это духовное состояние человека или семьи или даже народа и это духовное состояние принадлежит врагу не богу а именно врагу и поэтому люди которые испытывают злорадство они не знают бога не общаются с ним и не живут на божьей территории и вот это самое главное осознать что если у человека есть состояние злорадство значит он не на территории бога духовный мир все это видит и это все влияет на сегодняшний день самого человека его семьи и на завтрашний день в том числе поэтому злорадство это состояние от которого как можно быстрее необходимо отрекаться через исповедание и затем необходимо перестать оценивать людей делить их на хороших и плохих а жить в основном глядя на себя на свою семью на своих близких и понимая что совершенных людей нет и если человек общается с богом то бог уберет злорадство с и его жизни что думаете вы об этом порассуждать и а я желаю вам божьей милости и благодати до свидания